Семён Трегуб Из книги «Жизнь и творчество» Николая Островского «Всегда в строю» «Самое прекрасное для человека», — говорил Островский, — «всем созданным тобой вжить людям и тогда, когда ты перестанешь существовать». Его жизнь и его творчество обеспечили ему этот завидный удел. Островский нашел дорогу к миллионам сердец, и ни одно из них не осталось равнодушным к его слову. Корчагин поистине шагает по планете. Он был с нами на лесах социалистической стройки в годы предвоенных пятилеток. Островский с радостью наблюдал это. Счастье Корчагина было его счастем. Беспокоил вопрос, сумеет ли он занять свое место в грядущих боях с фашизмом. Через пять лет после смерти Островского разразилась военная гроза. Народ выдвинул из своей среды такую массу героев, какой не знал еще ни один народ и ни один период истории. Звезда Корчагина не померкла. Она засияла с новой и удивительной силой. Он стал участником сражений от Черного до Баренцева моря. Шел в атаку с пехотинцем, был в боевом походе с моряком, воодушевлял летчика, сопутствовал танкисту, обострял зоркость артиллериста. Он защищал Севастополь и Одессу, стоял насмерть у Невы и у Волги. Действительность обнаружила то, что превзошло все возможные предположения. Письма, документы, дневники, высказывания, появившиеся вперед войны в печати и хранящиеся в музеях Николая Островского, в Москве, в Сочи, в Шепетовке, в библиотеке-музее села Вилья. Свидетельствует о героическом пути Корчагина. Группа гвардейцев-героев Советского Союза писала в Московский музей Николая Островского. «И когда мы вернемся домой после победы, мы принесем вам не один томик, как закалялась сталь с прострелянными и обожженными страницами, чтобы могли видеть, как вместе с нами на всех фронтах сражался за родину ее бессмертный сын, наш друг и брат Корчагин Островский». «Все ли сделал ты?» – спрашивал себя в критическую минуту Корчагин. «Все ли сделал ты?» – спрашивали себя тысячи Корчагиных в часы ожесточенного боя, когда казалось, что силы на пределе. В частях гвардии генерал-лейтенанта Горбатова книга «Как закалялась сталь» сделалась своего рода Евангелием, говорил в годы войны на Всесоюзном пленуме правления Союза писателей Николай Тихонов. Книга читалась и перечитывалась во всех ротах и батальонах. «Люди все вычитанное переключали на себя. Однажды сильно поспорили два подразделения из-за того, чья очередь читать эту книгу. Причем право на чтение книги одни хотели получить потому, что они сегодня убили столько-то гитлеровцев. «Но мы убили больше» – возражали им. «Но вас и было больше, чем нас» – отвечали им. «Даже командиры стали здороваться с солдатами». «Здорово, корчагинцы!» Но это надо было заслужить. Книга настолько вошла в сознание бойцов, что однажды, когда одна из род попала в окружение и геройски отбивалась, после боя один красноармеец сказал «Ух, и жарко было!» Мне прямо казалось, что у нас на правом фланге Николай Островский за пулеметом лежит и помогает, и выручает. В том, что говорил Тихонов, не было преувеличения. «Я прошел с этой армии путь от Зуши до Эльбы и постоянно наблюдал воздействие книги Островского». Это было, кажется, Забобруйском. Хрупкая, голубоглазая девушка-санитарка оказывала первую медицинскую помощь раненым, вытаскивала их из-под огня. «Трудно вам тут», — сказала я сочувственно. «В госпитале должно быть легче?» Она удивленно посмотрела на меня. «А было бы легко, сюда бы не пошла», — ответила девушка и напомнила слова Островского. «Через трудности к победе». Будучи школьницей, она прочла, как закалялась сталь и с тех пор навеки сдружилась с Павкой Корчагиным. У него училась она преодолевать трудности и находила в том радость. В мирное время комсомолец Ваня Питовский играл роль Корчагина в школьном спектакле. «Живи и тогда, когда жизнь становится невыносимой», — с жаром произносил он его слова. Никто не думал, конечно, в ту пору, какой особенный смысл для юноши приобретут они. Через год Питовский, командир отделения автоматчиков, был тяжело ранен. Он писал из госпиталя другу. «Мне тяжело и больно вспоминать первые дни и месяцы своего ранения. Дела мои сложились очень трагично. Сейчас я в положении Павки Корчагина. Три раза подвергался операциям, потерял память, приобретя костыли. Но не грусти обо мне. Костыли — не преграда в жизни. В трудные минуты мне помог он, Павка Корчагин. Его великая жажда жить и быть полезным своему народу. Мы часто собираемся в палате у моей койки. Мы — это Леша Стариковский, молодой кораблестроитель, добровольно ушедший на фронт и потерявший ногу. Лейтенант Яша, принимавший участие в боях за Ленинград и в результате ранения, пока лишившийся дара речи. Он слушает нас и объясняется знаками. И мы говорим о Корчагине, о нем, победителе смерти. И никто из нас не падает духом. Мы многое еще сделаем для Родины. И юноша вернулся в строй. Летчик Моресьев, герой Советского Союза и герой повести о настоящем человеке, потерял в бою обе ноги и выбыл из строя. Стоит ли бороться за выздоровление, думалось ему. Что сулит оно? Ведь я не буду больше полезен обществу в ту меру сил, в которую я привык жить и работать. Быть может, я стану обузой для общества. Все, чему учила его советская жизнь, противоречило такому образу мыслей. Перед глазами стоял пример Островского Корчагина. И Мересьев понял. Не все еще потеряно. Можно еще бороться. До сих пор не было случая, чтобы безногие управляли самолетом. Что же с того? Мало ли чего не было до сих пор. Ты не имеешь права отказываться от своей цели, пока не исчерпал все возможности. Аня Месяцева разыскивала через комсомольскую правду инвалида войны майора Леонида Наточия. Тут вышла такая история, объясняла девушка. Леня потерял на войне ногу и глаз. И вот он не писал нам месяца три-четыре. А потом вдруг прислал моей подруге Тане записочку, в которой сообщает о своем ранении и извиняется перед нею за то, что ей пришлось на протяжении семи лет ждать его. Он думает, что Тане было бы неприятно принять его с таким увечьем. Своего адреса он не указал. Таня в горе. И мы все, их друзья, тоже горюем. Как нам разыскать Леню и сказать ему, чтобы он немедленно приезжал к нам? Таня ждет его. И вот мы решили написать ему через газету. И далее она обращалась уже к Леониду Наточию. Ты хочешь свое горе пережить в одиночестве. Но нет, Леня, ты обижаешь нас, думая обо всех нас так плохо. Конечно, первое время тебе будет тяжело. Но помни, Леня, умные слова. Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной для других. Помнишь Николая Островского? Он полжизни провел в постели. Совершенно слепой, без движения. И все-таки он умел трудиться, веселиться, любить друзей и всем сердцем ненавидеть врагов. А ты, Леня, находишься в гораздо лучшем положении, чем он. Стало быть, тебе будет легче. Островский и Корчагин выступали здесь не в роли прекраснодушных утешителей. К их примеру, прибегали как к нравственному авторитету. Они становились судьями в интимных, казалось бы, отношениях между людьми. И им верили. Их возвышающее, облагораживающее влияние отчетливо сказывалось в бою с врагом, с недугом, в борьбе за жизнь. Корчагин находился не только на фронте и в тылу. Он действовал и на временно оккупированной территории. Вот что рассказала партизанка Лена. Война с Германией началась как раз в день получения мною аттестата об окончании десятилетки. Война разрушила все мои планы. Я ушла в истребительный батальон и вскоре очутилась в чудесных сосновых лесах Ленинградской области, в партизанском отряде. Перед отъездом в одном из магазинов на Невском случайно достала новый экземпляр книги Островского в красной обложке. Эту книгу я взяла с собой. Мы собирались в свободное время в землянке или около костров и в десятый раз перечитывали страницы уже довольно потертой книги. Ведь мы всюду носили ее с собой. И бывало так, что она по два дня была в снегу, а потом мы подсушивали ее около костра. Мы не могли не носить ее с собой. Она была нашим путеводителем в борьбе и верным товарищем. Если в трудные минуты кто-нибудь из ребят падал духом, стоило только сказать – вспомни Павку Корчагина. Как нытику становилось стыдно, и он первым вызывался идти на самые опасные операции. И где бы мы ни были, нам казалось, что Павел Корчагин с нами, и нам было бы легче переносить трудности. Случалось, что мы читали ее в селах крестьянам. Обычно собирались где-нибудь в сарай, а по дороге выставляли дозорных, на случай, если нагрянут немцы. С каким вниманием слушали люди пламенные слова Островского. Я была свидетелем, как в одном селе ребятишки называли паренька лет двенадцати Павлом Корчагиным. Я спросила, почему же они называют его так? Уж нет на фамилии Цле. Он у нас самый смелый, с восторгом отозвалась, мелоголовая девочка. И потом шепотом добавила, он разведчик из партизанского отряда. Партизан, как и вы. Молодогвардейцы Краснодона хорошо знали и любили, как закалялась сталь. Ничто не страшно, когда Павка Корчагин рядом, говорил Ваня Земнухов. С Корчагиным дружили Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская. Не случайно на памятнике, воздвигнутом на могиле Зои, высечены слова Корчагинской клятвы. Самое дорогое у человека – это жизнь. В Шепетовке, рядом с музеем Николая Островского, в городском парке воздвигнут памятник тринадцатилетнему партизану Вале Котику, погибшему в боях за Изяслав. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Юный разведчик не расставался с книгой Островского и старался во всем походить на своего земляка. Книгу «Как закалялась сталь» можно было бы наградить орденом Отечественной войны. Жаль, что нет обычая награждать книги. Так писали фронтовики, так думали тысячи и тысячи людей. Советские писатели, авторы произведений о Великой Отечественной войне, воссоздавая правду жизни, упоминают о Корчагине, ссылаются на него, как на активно действующую силу. Мы встречаемся с ним в «Молодой гвардии» Фадеева и в «Повести о настоящем человеке Полевого», в «Счастье» Павленко и в «Кружилихе Пановой», в «Знаменосцах» Гончара и в «Буре Эренбурга», в книге «Трое в серых шинелях» Добровольского. «Летом 1962 года, работая в Сочинском музее Островского, я наблюдал ежедневное паломничество. С утра до вечера люди. Я, мать пятерых детей, буду стараться воспитывать их такими, каким был он. Его книги – учебники жизни. Чем дальше время отделяет нас от него, тем заметнее мы чувствуем влияние его произведений и личной жизни». Это из книги отзывов. Все большее и большее влияние Островского Корчагина чувствуют не только советские люди. В те годы, когда книга о Павле Корчагине и его боевых друзьях только начинала свою большую жизнь, Ромэн Ролан писал, «Все в Островском – пламя действий и борьбы». И это пламя росло и ширилось, по мере того, как ночь и смерть все теснее окружали его. Неустанная живость и оптимизм переполняли его. И эта радость связывала его со всеми народами земли, борющимися и идущими вперед. Бурной овацией откликнулись делегаты 9-го Конгресса Коммунистического Интернационала Молодежи, когда докладчик назвал имя Николая Островского. Весь Конгресс встал как один человек. При жизни Островского к нему дошло письмо из далекого австралийского штата Квисленд. Незнакомый корреспондент обращался к писателю, «Посылая вам это письмо, я хочу только выразить вам свою глубокую радость по поводу того, что в мире есть такой человек, как вы. Невзирая на ваш недуг, вы можете иметь от жизни гораздо больше счастья, чем многие здоровые люди. Я так хочу, чтобы вы были счастливы. У нас в Квисленде прекрасный климат. Если бы только социальный режим был иной». Позже прибыла весточка от старого узника из тюрьмы Старозагора, Болгария. Он сообщил, что как закалялась сталь попала к ним. И политзаключенные в восторге от этой книги. Сноска. В 1963 году в Болгарии появилось исследование Йордана Цонева, Николай Островский и болгарское революционно-освободительное движение. В нем прослежен путь, как закалялась сталь, не только к сердцам узников Старозагорской тюрьмы, но и к партизанам, ко всем участникам движения сопротивления фашизму. Конец сноски. В 1937 году «Известия» опубликовали письмо от коллектива политзаключенных рижской тюрьмы. Русский язык знали немногие. Книгу перевели на латышский. Микроскопическими буквами записывали перевод на крохотных бумажках от папиросных гильз. Бумажки незаметно клали в условленный угол мусорного ящика. Оттуда их брали узники других камер. Прочитав, тем же путем передавали драгоценные клочки бумаги дальше. Павел Корчагин пробуждал революционную энергию. Он приходил в трудную минуту на помощь тем, у кого воля была на пределе. Клал руку на плечо и говорил. «Стоит жить. Нужно бороться». Так встречали слово писателя везде. В годы Второй мировой войны за границей вышло 13 изданий «Как закалялась сталь» и 6 изданий романа «Рожденные бурей». Островский Корчагин привлек к себе внимание не только наших друзей во всем мире, но он заставил обратить на себя внимание и наших врагов. На допросе одного гестаповского офицера я с удивлением услышал, что в гитлеровских шпионских школах изучали, как закалялась сталь, издавали экзамен по Павлу Корчагину. Заметив мое удивление, пленный сказал. «Чему вы удивлены? Вы думаете, что нас интересуют только номера и состав ваших воинских частей, фронтовая полоса и военные тыловые объекты, заводы, аэродромы? Но разве человек представляет меньшую военную тайну? Разве можно победить, не распознав врага, людей, из которых состоит армия, которые работают для нее в тылу? Нам известно, что «Как закалялась сталь» – одна из самых распространенных в вашей стране книг, а Корчагин – герой вашей молодежи. Нам важно знать, кто он такой, этот Павел Корчагин, почему стараются быть на него похожими. Этот факт – лишь одно из звеньев в общей цепи усилий врага – разгадать непостижимую для него тайну советского человека, природу его героизма. Вражеские разведчики и штабисты не только изучали Корчагина. Федеральная полиция в Швейцарии произвела обыск в типографии кооперативного издательства в Женеве и изъяла 2000 экземпляров немецкого перевода «Как закалялась сталь». Директоров издательства арестовали. Подобное же произошло накануне войны в Белграде. Весь тираж, только что изданной книги Островского, упрятали в тюрьму. По городу пронесся слух. Корчагина арестовали. Позже, когда началась война, во время одного из воздушных налетов, бомба угодила в тюрьму и разворотила каземат, в котором лежали книги. Кому-то из заключенных удалось бежать, и он захватил с собой экземпляр книги. Тогда по городу распространился слух. Корчагин бежал. В оккупированной Франции фашисты расстреляли переводчика «Как закалялась сталь» профессора философии Депского лицея. Корчагина не удалось запретить. Он прорвался сквозь заградительные линии врагов. Он бил гитлеровцев под Варшавой и Будапештом, под Прагой и Бухарестом, под Софией, Тираной, Веной. В одном из партизанских отрядов, сражавшихся на Балканах, был сербский мальчик, которого за храбрость и сноровку прозвали Павкой, в память Павла Корчагина. Однажды юный боец провинился. Его наказали, лишили боевого оружия и права называться Павкой. Ему казалось, что нет на свете наказания более строгого. Он искал случая искупить вину. Вскоре он отличился и был представлен к награде. Тогда юный герой явился к командиру отряда и попросил, чтобы, если это возможно, вместо награды ему возвратили право называться Павкой. В ту пору среди югославских партизан родилась традиция. Товарищ, вступающий в комсомол, должен был обязательно прочесть две книги «Мать» и «Как закалялась сталь». Среди героев греческой демократической армии, слава которых передавалась из уст в уста, находилась 17-летняя Афина Тоска. Девушка пришла к партизанам и вступила в роту своего отца, капитана Тоска. Она участвовала более чем в 20 сражениях. В битве при Копана она первая бросилась на вражеские пулеметы и подвигом своим принесла победу. Афина была смертельно ранена. Ее последние слова «Не печальтесь, товарищи, если Афина умрет. Вы победите». Когда она умерла, в ее походном мешке нашли переведенную на греческий язык «Как закалялась сталь». С этой книгой шли в бой за свободу солдаты китайской народно-освободительной армии. Написано на экземпляре «Как закалялась сталь», присланном из Китая в дар Московскому музею Островского. Не один десяток лет отдаляет нас от Островского. Но и в современных героях мы видим корчагинские черты, его стойкость и бесстрашие в борьбе. Иначе и не могло быть. Героический характер Корчагина – живое олицетворение тех черт, которые составляют моральный кодекс строителя коммунизма. И потому, несмотря на разность эпох, мы воспринимаем его как нашего современника. Современника тех, кто поднимал и осваивал целину, прокладывал пути в космос, кто своим героическим трудом торопит к коммуне время. «Кто ваш любимый литературный герой?» – спросили первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову. Павка Корчагин ответила она. «Случайность?» – нет, закономерность. Институт общественного мнения комсомольской правды обратился в 1963 году к читателям газеты с анкетой «На Марс с чем?». Представьте себе на минуту, что на Марсе действительно обнаружены разумные живые существа, и что с ними можно установить контакт. Представьте, что для первого знакомства марсиан, современной цивилизации Земли, нужно отправить на Марс ракету с контейнером, в котором заключены 15 экспонатов. Эти экспонаты должны наилучшим образом характеризовать уровень достижений земной цивилизации 20 века. С чем же отправится ракета на Марс? Анкета состоялась с 15 вопросов. Среди них – какое произведение художественной литературы поместили бы вы в контейнер? Откликнулось 7 тысяч читателей. 7 тысяч ракет стартовало на Марс. Среди первых названных книг – «Как закалялась сталь». Один из читателей написал «Советую послать отличную книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Это настольная книга «Мужество в борьбе за рабочее дело, свободу и независимость». Ее читает весь мир, с ней идут в бой. Именами Островского и Корчагина названы многие бригады коммунистического труда. Владимир Майковский писал в стихотворении «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» о бессмертии советских людей. «Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела». Островский Корчагин по-прежнему не только с советским народом. Среди отрядов строителей нового города в Болгарии, Димитровграда, был отряд имени Павла Корчагина. Немецкая демократическая молодежь сооружала плотину в рудных горах. Холодная дождливая погода тормозила работу. Ну вот кто-то из ребят подсел к костру и вынул из рюкзака, как закалялась сталь. В честь Павла Корчагина создали бригаду, названную его именем. Ей не могли помешать уже ни холод, ни дождь. В Польше рождался город Новая Гута. «Не случайно нашей любимой книгой является «Как закалялась сталь», – говорили строители. Знакомясь с судьбой Павки Корчагина, мы думаем о том, что Новая Гута также закаляет человека. Делает его лучше, тверже, умнее. В Чехословакии давно учрежден значок Юлиуса Фучика. Чтобы получить его, необходимо прочесть 10 книг, среди них «Как закалялась сталь». Бронзовый и серебряный значок за хорошие знания носят юноши и девушки ГДР. Одно из условий для его получения – знания книги Островского. Значки трех степеней – бронзовый, серебряный и золотой – вручаются Союзом демократической молодежи Финляндии за успехи в труде и учебе. Их обладатели должны, кроме всего прочего, быть хорошо знакомы с жизнью и творчеством Островского. В дни шестого всемирного фестиваля молодежи в Москве в музей Островского пришла группа англичан. Экскурсовод подвел их к стенду с надписью «Самое дорогое у человека – это жизнь». Он попросил переводчика перевести эти слова. Тот было только начал переводить, как гости заулыбались и прервали его. «Не надо», – сказали они и вынули из карманов билеты Коммунистического союза молодежи Англии. На их обложках были напечатаны на английском языке эти слова Островского. «Наша литература делает наш опыт широчайшим достоянием, ускоряет всемирно-исторический процесс революционной плавки». Хотите познакомиться с Павлом Корчагиным? Простите, я, кажется, ослышался? Нет, не ослышались, именно с Павлом Корчагиным, с героем Николая Островского, если угодно, да. Здесь он делегат Конгресса. Ну, знаете, такой странный разговор произошел у меня с французским коллегой осенью 1953 года в Венском концерт-хаусе, в кулуарах Всемирного Конгресса профессиональных союзов, вспоминает Борис Полевой. И он поведал о мальчике-негре, которого жестоко избила полиция и которого спас организатор местного профсоюза. Мальчик харкал кровью, отказывался от еды и медленно угасал. Зачем есть, когда жить не хочется? И зачем жить, когда он уже больше ни на что не способен? И тогда человек, приютивший мальчика, принес ему английский перевод книги «Как закалялась сталь». В мальчике разгорелась жажда жизни. Он поправился. В память о книге, которая вернула ему жизнь, помогла стать борцом, он и назвал себя Павлом Корчагиным. Негр Павел Корчагин стал одним из самых боевых профсоюзных вожаков на своем континенте. В Сочинском музее Островского есть фотографии бельгийского коммуниста Марселя Пуле, проживающего в Льеже, на улице Радости, в доме номер 66. Он 20 с лишним лет прикован к постели, но он продолжает оставаться активным бойцом партии. Болезнь не лишила его мужества. Он читал, как закалялась сталь, и это помогло ему остаться в строю. Каждый день в музей приходят иностранные делегации. За год гости из 46 государств, среди них не только представители братских социалистических стран, но и из Италии и Непала, Франции и Камеруна, Швеции и Сирии, Бельгии и Японии, США и Цейлона, Швейцарии и Бразилии, Норвегии и Индонезии, Австралии и Дании, Англии и Индии. «Не умереть страшно было Островскому. Страшно было не жить. Но он жил и жив». С удивительной злободневностью звучат сегодня слова Островского. «Мировые рекорды труда, мировые достижения, огромный рост культуры, жажда знаний – вот чем охвачена наша страна. Страна мирных строителей. Знамя мира поднято над нашей страной. Знамя прекрасное. Оно – надежда всего человечества». «Миллионы людей на всех континентах слышат его голос. Только вперед. Только на линию огня. Только через трудности к победе. И только к победе. И никуда иначе. К этому зовет жизнь Николая Островского. К этому зовет его творчество». Семен Трегуб из книги «Жизнь и творчество» Николая Островского. «Жизнь и творчество» Николая Островского.